Самостоятельное повышение установленных правительством Севастополя на время чрезвычайной ситуации тарифов может грозить перевозчику лишением лицензии. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления транспорта правительства Севастополя Евгений Николаевич Бабич. Что касается перевозки льготников на транспорте частном, а также действия маршрутов по 10 рублей, по 7 рублей, все остается как было. Пока режим ЧС у нас не снимается, поэтому все остается как есть. Еще раз обращаю внимание жителей города. Жалоба конкретно адресная, с конкретным номером маршрутного такси. Такую жалобу мы оперативно отрабатываем. Вечером к себе в управление приглашаем перевозчика и водителя. С ними разбираемся. В перспективе перевозчик может просто лишиться лицензии, да и всех своих маршрутов. Евгений Бабич напомнил, что с 8 декабря на севастопольские дороги вернулись троллейбусы. Сейчас запущено 7 маршрутов. Номер 7, 10, 12, 14, 20. И два троллейбуса на автономном ходу выходят на маршруты номер 8 и номер 22. Режим движения электротранспорта с 6 утра до 8 вечера. Со вторника этой недели у нас начали частично ходить троллейбусы. Несмотря на это, общественный транспорт, частный, по-прежнему работает в усиленном режиме. В режиме сокращенных интервалов движения. Начальник управления транспорта правительства Севастополя рассказал, что на 16 декабря запланировано подписание контракта с государственной лизинговой компанией на закупку 61 троллейбуса и 90 автобусов. Технику город получит уже в первом квартале следующего года. Продолжение следует...